доброе утро братья и сестры это санкт-петербург вот история на которую я размышлял если мы откроем деяния 28 главу здесь история но несколькими главами раньше можно читать 24 вот и до 28 ну допустим 29 тут такая 27 тут такая история что павла доставляют в рим он находится в вузах доставляют в рим для того чтобы он там перед кесарем отчитался за то что он делает иудеи его обвиняют богохульстве вот и он и его доставляют туда чтобы он давал отчет том как он благовествует о чем он говорит и так далее но не суть и в 27 главе мы видим что и корабль на котором мы везут павла попадает в бурю и шторм вот его носит туда и сюда он уже не имеет управления и все думают что они вот-вот умрут но они спасаются там уже не будем читать почему они спасаются и в 28 главе они все их было 276 по моему душ плывут до берега все спасаются об этом говорит им павел и вот интересная история дальше когда они выходят разжигают костер павел берет охапку дров чтобы кинуть в огонь и из этой охапки выползает змея и хватает его за руку и вот там 5 стих интересно вот и все на него смотрят и на племенники которые там собрались посмотреть кто к ним приплыл смотрят на то какая будет у павла реакция и что он делает смотри как интересно но он стряхнув змею в огонь не потерпел никакого вреда вы знаете про павла сказано я буду также говорить о всяких проблемах которые приходят на нашу жизнь павел сама себе говорит что он может надеяться на плот потому что помните он там побиваем был камнями был несколько раз кораблекрушения палка ему били побиваем был камнями так что думали что он умер но он выживал и он говорит что я определенные мощности выдерживаю определенное давление жизни уже могу выдерживать потому что я его ощущал и здесь новое кораблекрушение он остается жив и когда выходит змея и хватает его за руку там сказано что и на племенники думают что вот этот человек из моря спасся но видимо что он такой грешный что все-таки даже на земле когда он спасся все-таки смерть его достигла но он стряхивает эту змею я знаете о чем подумал что многие люди смотря смотря на нашу жизнь смотрят как мы справляемся с проблемами можем ли мы стряхивать проблемы или проблемы так уже нас давят что мы ну не можем с ними справляться ведь интересная вещь что как мы справляемся с проблемами за нами но определяет то как смотрят на нас другие люди потому что за нами наблюдают особенно за лидерами наблюдают умеет ли верующий человек справляться с проблемами и павел сказано стряхнул эту змею в очередной раз стряхнул какую-то проблему и никакого урона не понес и тогда 6 стих 28 главы смотрите что сказали люди которые за ним наблюдали они ожидали было что у него будет воспаление или он внезапно упадет мертвым но ожидая долго и видя что не случилось ним никакой беды переменили мысли и говорили что он бог интересно да многие люди смотрят на нас многие люди ожидают какая будет реакция на то как мы справляемся с проблемами если мы их умеем стряхивать удержимся вот они смотрите тут ожидали что у него будет воспаление там современный перевод говорит что это слово или что он ожидали распухнет он или нет упадет ли замертво или нет но так как они видели что он просто стряхнул то дальше сказано что они подумали что он бог интересно вот о чем мораль многие люди смотрят на то как верующий человек справляется с трудностями или проблемами если ты как верующий человек умеешь как бы и стряхивать и противостоять этим трудностям то интересно что ты становишься примером для многих людей как справляться с этими трудностями потому что иноплеменники увидев что он остался жив подумали что он бог это дает много авторитету и даже не просто тебе как умеющего справляющими справляющимися с трудности авторитету божьему потому что павел уповал на бога когда с ним происходили определенные трудности и люди будут видеть как бог помогает верующему человеку справляться с трудностями вот и ты можешь стать примером справляйся стряхивай все проблемы которые приходят твою жизнь надеюсь надеюсь на господа будьте благословенными